Как создать палитру цветов из изображения? В этом видео я покажу простой способ подобрать цвета под изображение, которое вы будете использовать на блоге, основное изображение. Вообще, вот самая большая проблема в создании внешнего вида блога, дизайна блога, да и вообще любого сайта, это именно подбор палитры, подбор цветов, которые будут гармонировать и сочетаться между собой. Профессионалы, конечно, имеют свои какие-то фишки, и есть такие профессионалы, которые просто смотрят на фотографию, на картинку или, я не знаю, на природу, на какую-то вещь, на этикетку, рекламу и так далее, и тут же видят цвета, могут их создать по ним палитру буквально на ходу. Для непрофессионала, конечно же, это сложно. Во-первых, мы не очень понимаем, что сочетается, что не сочетается, и нам нужны определенные подсказки. Ну, первое, что можно сделать, посмотреть другие сайты уже готовые, посмотреть, какие там цвета используются. Можно подобрать цвета под какой-то конкретный цвет определенный. Либо вот сегодня я покажу способ, как бы вытащить, как бы составить палитру цветов из изображения. То есть идея такая, мы берем изображение, которое будет фоном вашего блога. Например, вы разместите это фоновое изображение в шапку, большое изображение. Может быть, это будет картинка, допустим, если вы ведете блог о путешествиях, например, будет море, пальмы и прочее. Если вы ведете по бизнесу, то, соответственно, может быть, это будет офис, стол, люди и так далее. То есть неважно, берете какую-то картинку, далее через специальный сервис пропускаете, и сервис онлайн генерирует вам палитру цветов, то есть выбирает те цвета, которые использовались на этой картинке. В общем, вот этим мы и займемся. На самом деле, таких сервисов очень много в интернет, и достаточно просто в Гугле набрать запрос «Color Palette Generator from Image Online». Например, такой запрос я беру на английском, потому что больше вариантов именно на английском. Вы можете попробовать такой же запрос, либо немножко покороче, например, просто «Color Palette Generator». Вот, и Google выдаст большое количество разных сервисов, которые вы можете попробовать, поэкспериментировать. Я использую сервис CSS Drive.com. Вот его, собственно, на первой строчке я и вижу, и открываю в новой вкладке. Идея следующая. Открывается сайт. Здесь два поля. Первое – поле для загрузки изображения с компьютера, второе – для ссылки на изображение. То есть, если у вас уже скачено изображение, вы его нашли в Google, скачали к себе на компьютер, то можете воспользоваться кнопкой «Выберите файл». Если у вас изображение находится в интернет, вы можете взять ссылку на него и вставить во второе поле. Я уже его скачала, и нажимаю на кнопку «Выберите файл». Далее беру изображение. То есть, я буду использовать такое изображение для создания дизайна. И нажимаю на кнопку «Get Palette». Через какое-то время картинка загрузится, и появится палитра. Нравится мне этот сервис тем, что здесь дается не просто какое-то ограниченное количество цветов, а дается разные варианты. «Светлый цвет палитры», «Средний», «Средняя насыщенность», «Темный». Далее, и дальше еще полный комплект палитры. То есть, здесь все указаны цвета. Далее, что нужно сделать? То есть, у нас сейчас есть палитра красок данного изображения. Нам необходимо выбрать какой-то один цвет, который будет главным на нашей блоге. То есть, основной цвет. Ну, к примеру, я выберу вот такой вот бирюзовый. Навожу мышкой на этот цвет и нажимаю левой кнопкой мыши. И этот цвет отобразится в поле «Selected Color». На этом видео я заканчиваю. В следующем видео мы вернемся снова к этой палитре, и дальше будем использовать данный цвет для подбора второстепенного цвета. Продолжение следует...